всем привет меня зовут дмитрий лапенко и рад вас сегодня приветствовать на докладе александр качаной саша я знаю у тебя большой опыт тестирования ты проделала длинный путь из ручника обычного инженера по тестированию до руководителя группы а почему ты сегодня решил выбрать именно такую тему знаешь тема на самом деле как-то пришла сама собой за то время пока я писала авто тесты я много получала различных комментариев на ревью и иногда они мне казались довольно странными мне очень хотелось самой во всем разобраться для того чтобы самой когда я буду делать ревью писать максимально качественные комментарии и в общем то за свой опыт за несколько лет я его собрала вместе и пришла поделиться сегодня им с вами понятно круто я думаю многим здесь будет полезно послушать такой агрегированный опыт но перед тем как мы начнем очень важно вам напомнить о том что у нас есть qr-код переходите по нему там вы сможете во первых попасть чат и задать свои вопросы нашему спикеру а во вторых что еще наиболее важно это оставить свой фидбэк который позволит понять саше что было хорошо что можно улучшить и сделать ее следующие доклады еще лучше я думаю что на этом мы все сказали саша передаю тебе слово спасибо всем привет меня зовут качина александра я работаю в к вк вк я занимаюсь срочным автоматизированным тестированием и руковожу направлением на проекте вк маркет большую часть своей карьеры я посвятил автоматизации что невольно приводило меня к частым код ревью и находясь по разные стороны баррикад я собрала опыт которым сегодня с вами поделюсь прежде чем начать давайте я расскажу чуть подробнее чем я сейчас занимаюсь я работаю в бизнес юнити платформа сервисов для среднего и малого бизнеса проект в котором я работаю маркет вконтакте это такой сервис где предприниматели могут развивать свой бизнес а покупатели находить необходимые им товары и услуги кроме самого продукта мы уделяем особое внимание развитию тестирования и больше всего внимания мы уделяем автоматизации и на слайде вы можете увидеть список того с чем бы вам предстояло столкнуться если бы вы работали у нас теперь давайте поговорим немножко о самом докладе я думаю что многие из вас пишут автотесты и отправляют их на код ревью наверняка многие сами проводят код ревью и зачастую даже в компаниях с большим опытом мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами с одними и теми же ошибками с одними и теми же комментариями и даже одинаковыми спорами в этом докладе я постаралась собрать часть наиболее часто возникающих проблем основываясь на своем опыте и может быть какие-то из них откликнуться у вас и вы будете знать как их избежать о чем мы сегодня будем с вами говорить мы поговорим о том зачем моему коду нужен код ревью и почему я должен писать комментарии в чужом коде поговорим о том что мы можем делать и что мы можем автоматизировать до отправки кода на merge request чтобы минимизировать замечание на код ревью поговорим о том что мы можем автоматизировать уже в процессе код ревью чтобы облегчить друг другу рабочую жизнь ну и дадим общие рекомендации по поведению ревью как проводить как отвечать разберем типовые ситуации большая часть моего опыта основана на использовании языков программирования джава и котлин и поэтому примеры которые я буду сегодня приводить я приведу для этих языков и для среды разработки intelligent idea однако суть которую я расскажу она практически применима для любого проекта и вы сможете адаптировать эти знания под себя также обратите пожалуйста внимание что у нас есть индикатор прогресса чтобы вам было удобнее ориентироваться по докладу и понимать где мы сейчас находимся во время доклада мне будет помогать наш герой которого мы придумали в к маркете это копибага которая также проводит много код ревью и сегодня будет давать нам комментарии и также я хочу обратить ваше внимание что я сегодня не с пустыми руками у меня есть вот такой вот замечательный код персик и мы его разыграем в дискуссионной зоне за лучшие оффлайн и онлайн вопрос и так начнем давайте сначала кратко поговорим о том зачем вообще нужно ревью кода и для чего мне самому следует ревью ведь чужой код во первых ревью помогает нам улучшить наше решение всегда можно что-то доработать во вторых ревьювер может заметить ошибки в вашем коде которые делают ваш тест ничего не проверяющим или даже приводит к поломке других тестов также мы можем выразить свою точку зрения и обосновать ее поделиться с другими собственным опытом и мы можем научиться новому подходу когда мы пишем код мы предполагаем что решение задачи будет строиться определенным образом но на самом деле у каждой задачи есть множество вариантов решений и можно таким образом перенять опыт у более компетентных коллег а зачем в общем то нам нужно заходить в чужой код и писать свои комментарии на самом деле под тем же самым причинам в обе стороны действуют одни и те же правила игры однако проводя много времени за ревью мы замечаем что тратим наше драгоценное время на одни и те же комментарии об одних и тех же ошибках и это заставляет нас задуматься а чтобы мы могли сделать такого и со стороны автора кода и со стороны технических подходов к ревью чтобы оптимизировать и сократить наше рабочее время ведь нам хочется тратить его на мысли о чем-то более высоком чем об одинаковых ошибках давайте попробуем разобрать начнем с обсуждения того что автор кода может предпринять до отправки своего кода на мерш-реквест и тут мы с вами будем использовать возможность среды разработки рассмотрим опцию реформатор кода узнаем что такое пресеты поговорим о внешних утилитах хуках и обратим внимание на ошибки в арнинге среда разработки в большинстве своем дает возможность привести свой код в порядок начнем с простого встречали ли вы на проектах такую ситуацию когда ревьювери пишут одни и те же комментарии поправь отступы тут перенос строки тут слишком длинная строка название перемены должно быть короче и все в этом духе это все о стиле кода пока у нас не было на проекте автоматического линтера но была документация с правилами мой глазомерно тренировался так что я могла определить количество символов строке просто посмотрев на нее но если вы не хотите приобретать такой же навык то начинать бороться с этой проблемой можно с разных сторон первое что мы можем делать в большинстве сред разработки использовать функцию реформат код найти ее можно во вкладке код разделе настроек можно задать кастомные настройки для своего проекта находите эдитор код стайл и настраивать там отступы пробелы переносы строк сортировку импорта и множество других параметров например сейчас мы с вами настроим перенос строк для аннотаций и затем нажимая реформат код вы получаете необходимые переносы файля все эти настройки можно экспортировать файлик передать коллегам и с помощью импорт settings они смогут строить их свой локальный проект но если мы все-таки с вами используем на проекте git то разумно использовать файл конфигурации editor config для начала мы создаем такой файл в корне проекта чтобы его подключить нам необходимо открыть settings editor код стайл выбрать схему для настроек проекта например дефолт стандартное форматирование найти пункт enable editor config support и включить далее мы вносим свои правила в этот файл например исправим отступы сохраняем все это дело и используем реформат код если файле editor config что-то будет не определено то это будет браться из настроек схемы проекта и используя реформат код имейте ввиду что если вы не выберете кусок кода то при применении функции идея отформатирует файл целиком это нужно учитывать но можно подойти еще более автоматизированно и настроить автоматическое переформатирование кода в измененных файлах при сохранении изменений нужно открыть настройки выбрать tools actions on save включить параметры формат код и здесь вы можете настроить каким способом иде будет переформатировать ваш код тут можно использовать config scope для того чтобы добавить исключения можно в списке all file types выбрать типы файлов в которых вы хотите переформатировать код можно выбрать whole файл если вы хотите переформатировать файл целиком либо change line если только измененные строки все готово вы замечательны и уже избавили себя от комментариев на ревью в стиле нужно убрать лишние отступы идем дальше внешние утилиты тут я долго задерживаться не буду расскажу только что для многих языков программирования существуют так называемые внешние утилиты которые служат для автоматической стилизации кода этот инструмент занимается только изменением физического вида кода то есть он добавляет отступы пробелы переносы строк и так далее в отличие от линтеров они не проверяют код на синтаксические ошибки которые потенциально могут причинить ущерб работоспособности настройка внешней утилиты может отличаться в зависимости от инструмента и среды разработки но из общих шагов это установка утилита через систему управления пакетами а далее могут быть варианты для настройки это может быть настройка конфигурационного файла в корне проекта интеграция с иде через плагин и также по аналогии с уже известными нам путями можно настроить автоматические проверки при изменениях и интеграцию с гитом такой инструмент тоже решает проблему однотипных комментариев о стиле кода гитхукс это скрипты которые гит выполняет перед или после того как определенные важные действия были произведены например коммит, пуш или пул они являются встроенной функцией в гит и предназначены для того чтобы помочь автоматизировать различные задачи в рабочем процессе разработки гитхукс разделяют на клиентские и на серверные клиентские прекомит он запускается до ввода коммит сообщения можно использовать для проверки соответствия кода стандартам, запуска тестов, автоматического форматирования и других проверок необходимых перед коммитом коммит месседж запускается после ввода коммит сообщения и может использоваться для проверки содержания и формата коммит сообщения пост коммит выполняется сразу после коммита и может служить например для уведомления о коммите но тут нужно учитывать что это клиентский хук и поэтому он будет реагировать на локальные коммиты которые могут быть слишком частыми и серверные хуки прересив он запускается на сервере перед принятием коммитов и может использоваться для проверки или изменения входящих коммитов перед тем как они станут частью кодовой базы апдейт взывается на сервере для каждого обновления в результате пуша и может использоваться для более точных проверок коммита и пост ресив он запускается после принятия коммитов и он как раз часто используется для развертывания кода или отправки уведомлений Например, его можно использовать, чтобы отправить сообщение в чат сотруднику о новом коммите, который сделан в мерч-реквесте, в котором тот является ревьювером. Как настроить хуки? Каждый гид-репозиторий содержит каталог .git.hooks, в котором располагаются примеры хуков для разных событий с расширением sample. Чтобы установить хук, нужно создать новый файл с нужным названием без расширения и сделать его исполняемым. Далее необходимо написать скрипт для хука на языке, который поддерживается в вашей операционной системе. Давайте посмотрим, например, shell скрипта, простого прикоммит хука, который проверяет, что код соответствует правилам форматирования. У нас есть shell скрипт, о чем нам говорит первая строка. Далее мы присваиваем переменные badcode style, результат выполнения команды линтера, lint command. И если строка не пуста, то есть если линтер нашел ошибки, то выводим сообщение, предупреждающее пользователя о том, что нужно исправить эти ошибки перед тем, как делать коммит. Далее завершаем выполнение скрипта с кодом возврата 1, который сигнализирует об ошибке. И в контексте гид-хука это заставляет гид прорвать операцию коммита. И выходим из ифа. Таким образом, когда вы пытаетесь сделать коммит, запустится этот скрипт. И если линтер обнаружит проблемы со стилем кода, он выведет сообщение об ошибке и прервет процесс коммита. И вам потребуется исправить эти ошибки перед новой попыткой. Так и работают хуки. Настройка клиентских хуков также поможет вам избежать ошибок до отправки кода на merge request, а серверные хуки пригодятся нам чуть-чуть позднее. Следующая проблема, которую можно часто наблюдать, это замечание о том, что мы забыли проставить какой-нибудь параметр или аннотацию. Ну, например, у нас есть внутреннее решение для управления жизненным циклом автотестов. Sprinter-сервер, о котором, кстати, был представлен доклад на дизенбаге. И мы используем аннотацию Sprinter-лейбл для того, чтобы размечать метками автотеста нашего бизнес-юнита. И вот чтобы нам не держать в голове, какие поля в структуре автотеста существуют, нам помогут пресеты. Пресеты — это заданные готовые шаблоны при написании кода. Эти шаблоны помогают следовать единым стандартам при создании новых классов, методов, тестов и других типов файлов. Также, например, IntelliJ IDEA в разделе File and Contemplates есть возможность создать кастомные тестовые классы или, например, классы для пейдж-обжектов. И выбирая при создании нового файла и использовании пресета, у вас уже будет готовая структура класса. Есть еще Live Templates. Они нужны для быстрой вставки одинаковых блоков кода, которые вы пишете по несколько раз. А в автотестах очень часто происходят именно такие действия. Похожим образом можно создать шаблон для написания вашего теста и вызывать его при написании кода в файле. Использование таких пресетов позволит ускорить вам разработку тестов и не забывать, какие обязательные строки в них должны быть. И, как следствие, не получать таких замечаний на ревью. Идем дальше. Заключительная проблема в этом блоке. Коллега-ревьювер находит варнинг, который по дефолту находит среда разработки. Кажется, что коллеги такому рады не будут. Всегда обращайте внимание на ошибки в варнинге, которые вам подсвечивает IDEA. Если на ошибки мы триггеримся сразу, то на варнинге не всегда, потому что они не мешают компиляции. Однако умная IDEA вам может подсказать не только о таких вещах, как нарушение синтаксиса и типа данных, но и, например, об использовании устаревших конструкций, необработанных исключениях. И даже потенциально неправильное использование логики программы, например, проверка cert true true, которая, когда у вас по факту тест ничего не проверяет. Так, ну, вроде бы с тем, что мы можем предпринять до отправки кода, мы разобрались. Давайте пойдем дальше. И теперь мы поговорим о том, что мы можем автоматизировать во время отправки мерш-реквеста на ревью. Поговорим, наконец-то, о линтерах, также о ботах, о том, что можно делать ревью прямо в среде разработки и о функциях внутри систем управления репозиториями. То, что мы научились проверять код локально, это хорошо. Но мы одни такие ответственные, а кто-то другой будет забывать это делать или даже настраивать у себя ничего не захочет. А ревьюверы будут все равно писать однотипные комментарии о стиле. И тут мы подбираемся к самому популярному способу автоматизированной проверки код-стайла — линтеру. Существует множество популярных линтеров для разных языков программирования, но раз я сегодня говорю об опыте использования Java, то давайте суть работы линтера рассмотрим на примере линтера CheckStyle. CheckStyle работает на основе конфигурационных файлов XML, в которых определены правила. Вот на слайде представлен пример такого XML-файла. Давайте рассмотрим, что тут есть. Здесь в модуле Indentation прописываются настройки отступов. Базовый размер отступа Basic Offset — 4 пробела. BraceAdjustment равный 0 говорит нам о том, что к фигурным скобкам отступы не применяются. CaseIndent со значением 4 определяет отступ для операторов кейс внутри блока Switch. И дальше у нас есть метод Name, который нацелен на проверку имен в соответствии с заданным паттерном регулярного выражения. И это обычный XML-кейс. Вот такой небольшой у нас файл конфигурации. По дефолту он должен иметь имя CheckStyle.xml и располагаться в корневом каталоге проекта. Можно назвать и расположить иначе, но придется явно прописывать это при запуске. Возвращаясь к проверкам до Merge Request'а, упомяну, что CheckStyle можно запустить руками из командной строки, используя команду Java, и указав путь к JAR файлу CheckStyle и путь к XML файлу CheckStyle, а далее путь к файлам, которые вы хотите проверить. Но кажется, что если вы хотите запустить линтер локально, то для Java удобнее использовать плагин. Одноименный плагин CheckStyle можно найти, если перейти в настройки Settings, затем выбрать плагин, найти CheckStyle для IntelliJ IDEA и скачать его. Плагин можно настроить под свой проект, добавив новую конфигурацию в настройках плагина. Через Settings, Tools, CheckStyle. Нажать на кнопку New и указать свой файл конфигурации CheckStyle. Все, на этом у нас плагин, в общем-то, настроен. В нижней панели у вас появится вкладка CheckStyle, в которой будут подсвечены ошибки линтера при запуске. Сейчас же нас больше интересует настройка линтера в систему сборки, для того, чтобы мы могли проверять наш код при создании мерзь реквеста. Тут подходы могут отличаться в зависимости от того, какой линтер и какая система сборки. Но продолжим рассматривать на примере CheckStyle. И систему для сборки приведем Gradle. Что нам для этого необходимо? Нам необходимо подготовить XML-файл конфигурации, о котором мы уже говорили ранее, и с которым мы уже знакомы. Далее добавить в зависимости CheckStyle плагин в ваш файл BuildGradle. Gradle будет автоматически скачивать и устанавливать этот плагин. Затем после активации плагина нужно настроить его также в этом же файле. Здесь вы можете указать, какую версию CheckStyle вы собираетесь использовать, где находится ваш файл конфигурации. Также можно указать различные дополнительные настройки. Например, должна ли сборка продолжать выполняться при наличии ошибок или прописать конкретные директоры и файлы для проверки. После настройки вы можете запустить CheckStyle, используя Gradle. CheckStyle main и CheckStyle test представляют собой таск, автоматически создаваемый плагином CheckStyle для встраивания в сборку. Если вы не прописываете конкретные файлы, то по умолчанию CheckStyle main проверит эти файлы, расположенные в source main Java, а CheckStyle test проверит код, который расположен в source test Java. Эти команды сгенерируют вам отчеты о проверках в формате XML, которые обычно находятся в Build Reports CheckStyle. Теперь мы хотим сделать так, чтобы таски CheckStyle main для основного кода и CheckStyle test для тестового кода автоматически запускались перед основными тасками сборки, например. По дефолту они будут запускаться перед таской Check, она обычно выполняется перед таской Build и включает в себя компиляцию, тестирование и другие проверки. Но тут мы можем настроить особенности порядка выполнения. Например, условие Should Run After, которое в отличие от дефолтного Depends On менее строгое. И если у нас проверки под CheckStyle отвалятся, то чек все равно выполнится. Но тут уже на усмотрение вашего проекта. И далее можно настроить проверку на CI. Тут тоже все зависит от вашей системы интеграции, языка, сборщика. Но если говорить о сути, то мы также пишем в файле конфигурации CI настройку, чтобы при сборке проекта у нас выполнялись таски CheckStyle main, CheckStyle test, которые проверят код на стандарт. Также в нем можно будет настроить, будут ли эти таски выполняться только при создании мерш-реквеста или при каждом новом пуше, и указать, где будут храниться отчеты и какой срок они будут храниться. И после того, как при сборке пайплайна мы получили информацию о неточностях в стиле нашего кода, посмотрим, как мы ее можем выдавать автору мерш-реквеста. Теперь перед нами стоит другая задача — ускорить процесс ревью через уведомления о срабатывании линтера, чтобы автор МРа мог быстрее среагировать на него. Особенно это актуально для мобильных платформ, потому что там надо часто потратить много времени на билд. Итак, что же мы должны делать? Нам требуется написать скрипт, который будет смотреть данные, полученные в выводе линтера, нужно анализировать их, генерировать из него комментарии и отправлять их через API вашей системы управления репозиториями в МР. В моем случае это GitLab API. Чтобы заиспользовать GitLab API, нам нужен только токен и идентификатор МРа. А еще некоторые линтеры могут сами предоставлять интеграцию с GitLab для автоматического добавления комментариев к МРам. Получили мы комментарии от линтера в МР, но сталкиваемся с тем, что тестировщики на них не триггерятся, потому что они не мониторят их появление. Выход несложный. Делаем бота, который будет дублировать комментарии в личку автору МРа. Нам потребуется выполнить следующие шаги. Получить список комментариев из МРа по API GitLab с помощью открытого Git-запроса. В ответе мы увидим массив комментариев из МРа. Затем нужно отфильтровать и выделить нужные нам комментарии. Например, мы можем его искать по фразе «Please fix linter warnings», которую вы пишете ботом в коммент. И после чего нужно вытащить автора МРа и отправить ему потом в чат сообщение. В итоге это сообщение будет выглядеть примерно вот так. То есть мы сразу видим уведомление о том, что нам нужно исправить. Классно. Теперь авторы МРа будут реагировать быстрее. А что касается самих ревьюверов. Сталкивались ли вы когда-нибудь с такой ситуацией, когда вы пишете в чат, просите посмотреть МР, а из-за распределенной ответственности в чате там просто происходит перекати поле, и корова где-то на заднем плане мучит. Ну, в общем, одиночество и безнадега. И очень было бы здорово, если бы при создании мерш-реквеста мы бы сразу узнавали, кто является нашим ревьювером. А еще при этом хотелось бы нагружать и ревьюверов равномерно. А еще учитывать отпуска или учитывать исключения в случае, если у нас есть какой-нибудь team lead, который может ставить аппрув, но не проводит полноценный код-ревью. Вся эта задумка очень бы ускорила нам процесс ревью. Так как это сделать? Тут нам как раз помогут хуки, о которых мы поговорили ранее. Нам необходимо сделать, чтобы при создании нового МР триггерился GitLabBot. Брал по API данные об МРе и писал сообщения в чат. Обратим внимание на то, что вместе с информацией о ссылке на МР, комментарии и автора нам еще приходит триггерный хэштег ревью. Мы учим нашего бота слушать чат и реагировать на все события с триггерным хэштегом. Теперь нам надо придумать, как сделать систему, которая будет распределять МРы по команде. Для этого мы пишем скрипт, который будет получать список ревьюверов из GitLabBot и складываем этот список в BD. Если бот видит сообщение с хэштегом, он смотрит, есть ли у нашего МРа ревьювер из списка, если есть, то игнорирует, если нет, то назначает. Не забываем записывать, что этот МР ушел на конкретного ревьювера для того, чтобы собрать статистику. Учитываем, сколько на каждом из ревьюверов открытых МРов и в соответствии с этим распределяем дальнейшие. Ну а как же решить задачу о том, чтобы не вешать МРы на тех людей, которые находятся в отпуске? Чаще всего во всех компаниях есть система учета отпусков, много где это ведется в 1С, и мы можем ходить по IP в подобную систему и получать список исключений на сегодняшний день. Ну и чтобы это было совсем удобно, мы можем завести онлайн конфиг, чтобы можно было подключать другие репозитории максимально быстро. Для этого можно взять любой инструмент, как, к примеру, возьмем Confluence. По IP будем ходить на страницу, на которой будет таблица вот с такими значениями. То есть это ссылка на проект, ссылка на группу ревьюверов, люди-исключения, слать ли уведомления о новых МРах в личку и сколько ревьюверов назначать. И по итогу мы получаем вот такое вот ответное сообщение, ответное срабатывание от нашего бота CopyBuggy, который назначил нам ревьювера. Следующая проблема связана с тем, что не всегда бывает удобно проводить ревью в самом гитлабе, особенно если изменений много или если работа фичи не до конца известна. В системах управления репозиториями нет навигации, и время может затянуться на то, чтобы разобраться, что вообще происходит в коде. Я, например, всегда шла в среду разработки, брала удаленную ветку и смотрела файлы с изменениями. Как эту проблему можно решить еще? В IntelliJ IDEA 2023.2 появилась интеграция с GitLab, которая позволяет проводить ревью кода прямо в среде разработки. С ее помощью проще ориентироваться в новом коде. Эта фича будет доступна, если настроен путь дистанционного управления, который указывает на удаленный репозиторий. Тогда, перейдя в вкладку Git, GitLab, View Merch Requests, вам будет доступен список всех мерч реквестов, в которых будут отображаться аватарки назначенных ревьюеров. Также вы можете отфильтровать мерч реквесты, назначенные на вас. После чего, выбрав необходимый мерч реквест, мы сразу будем видеть измененные файлы и что конкретно в них было изменено. Также внутри идеи мы можем видеть всю историю мерч реквеста, запрашивать ревью конкретных коллег, закрыть мерч реквест, влить мерч реквест. И если какие-то стадии пайплайна не прошли, то это тоже будет отображаться. Есть возможность перейти по ним для того, чтобы узнать причину, по которой они упали. Если в запросе на слияние есть конфликт, то идея тоже нам это подсветит. Наиболее классно, на мой взгляд, это то, что мы можем писать, читать и отвечать на комментарии прямо из идеи. И даже резолвить треды. Причем можно написать как комментарии ко всему запросу, так и к отдельному куску кода. В общем, фича неплохая, есть еще недоработанные моменты, но я надеюсь, что ее будут улучшать, и она сможет действительно вам помочь ускорить процесс код-ревью. Теперь мы плавно переходим к блоку человеческого фактора. О том, что непосредственно может делать ревьювер, чтобы улучшить свое ревью. В наиболее используемых системах GitLab, GitHub, Bitbucket есть функция саджестов. Саджесты позволяют предлагать изменения, которые могут быть приняты или отклонены автором кода. В чем преимущество такого подхода? Во-первых, это ускорение процесса ревью. Предложения изменений позволяют авторам быстро принимать рекомендации. Также это точность коммуникации. Саджесты уменьшают риск недопонимания между авторами и ревьюверами, так как предлагают конкретные решения вместо абстрактных описаний. Далее в этом есть образовательный эффект, потому что менее опытные разработчики могут учиться на предложенных изменениях, видя конкретные примеры улучшения кода. Ну и, конечно, улучшение качества кода. Способность быстро и легко вносить предложения в исправление повышает вероятность того, что этот код будет отрефакторен и улучшен до его вливания в основную ветку. На данном этапе мы рассмотрели с вами достаточно много решений, которые помогут нам оптимизировать наше ревью и меньше времени тратить на рутину. Говоря про человеческий фактор, давайте посмотрим на то, какие еще могут остаться ошибки на ревью, которые вряд ли пофиксят линтер. Конечно, в зависимости от специфики проекта они могут быть разными, но я постаралась выделить блоки тех, что встречались мне везде, где я работала. Первый блок ошибок я назвала бездумная копипаста. Я думаю, что многие этим грешат, и даже опытные автоматизаторы, когда мы копируем автотест, так как хотим получить структуру, а потом забываем что-то отредактировать. Или же нам просто не хватает знаний, и мы пытаемся скопировать что-то рабочее, не разобравшись. Я надеюсь, что так никто не делает, но, к сожалению, на практике подобные примеры встречаются. Будьте с этим осторожны. Когда нужна структура теста, то лучше использовать пресеты. И теперь вы знаете, как. Второе. Неинформативные комментарии для отчетов о падении или вообще их отсутствии. Когда мы пишем ассерты, то важно помнить, а как я пойму, что тест упал именно на этом ассерте. Ведь может быть достаточно экстренная ситуация. Например, ваш тест упал при деплое релизной ветки. И вам нужно срочно среагировать на то, баг это или флаговещий тест. Для того, чтобы такие проблемы решать оперативно, нужно писать информативные комментарии в ассертах и в степах при написании методов. В случае падения это очень сильно облегчит вам жизнь. И если отсутствие комментариев еще можно проверить линтером, то понять, насколько он информативен, тут уже поможет человеческий опыт. Дальше идет очень часто встречаемая ошибка в UI-тестах. Это отсутствие проверок после совершения действий. Обычно такое не проверяют инструментом анализа кода, потому что все-таки могут встречаться ситуации, когда это не требуется. Но в большинстве своем это может являться логической ошибкой. Как пример, вы решили кликнуть на элемент, что должно привести вас к изменениям на страницах или к редиректу на другую страницу. И лучше же сразу же это в методе и проверить. Иначе фактическое падение будет уже на следующем шаге, и вы потратите больше времени на то, чтобы понять, в чем же является причина падения. Об этом тоже нужно помнить, особенно когда вы только начинаете писать тесты. Оставление в коде сервисных инструментов. Ошибка частая. Например, задаем тесту параметры прогона. Прогнать 100 раз в 10 потоков. И забываем эти параметры убрать. Такое можно проверять линтером, но я отнесла это к человеческому фактору, так как часто мы что-то пишем при дебаге, добавляем дополнительные методы для проверки гипотез, или пишем выводы переменных вместо того, чтобы использовать брейкпоинты, а потом забываем это убрать. И если такое не отловил анализатор кода, и еще и не отловил ревьювер, то это реверт и минус вам в карму. Дальше. Если что-то можно вынести, то лучше это вынести. Тут мы, конечно, будем не забывать про здравый смысл и про то, будет ли этот метод переиспользоваться. Но если да, или если последовательность вызовов уже дублируется в вашем коде, то выносим в отдельный класс и переиспользуем. Такую ситуацию тоже отношу к человеческому фактору. И последнее, о чем затрону речь в блоке человеческого фактора, это то, что я называю братским аппрувом. Все мы люди, все мы общаемся с нашими коллегами, зачастую дружим. Скажу, возможно, непопулярную мысль, но не стоит ставить аппрув на код, который вы не посмотрели. Даже если это очень срочно. И даже если 100% клянусь, зуб даю, там все работает, все нормально, ничего не сломается. Сначала вы легко отнеслись, не обратили внимания, потом автор кода не обратил внимания, а потом мы получаем автотестовый инцидент. И такие случаи бывают. Бороться с ошибками, вызванными человеческим фактором, наверное, труднее всего. И в ряде случаев вам не поможет анализатор кода. Если вы только начинаете писать тесты и допускаете такие ошибки, то я бы посоветовала вам не полениться и записать себе чек-лист из таких проверок в шпаргалку. Даже если вы запишете его хотя бы один раз, мозг уже будет вспоминать об этом во время написания автотеста, и вы уже не допустите таких ошибок еще раз. Если же вы все-таки допустили ошибку, или если вы ревьювите код, в котором допущена была ошибка, давайте посмотрим на то, как правильно об этом сообщать и как на это реагировать. Дадим общие рекомендации о том, как проводить ревью. Прежде всего, делать это тактично и вежливо. Нужно помнить, что у нас нет цели напороться на конфликт. Второе – делать это сфокусированно, не делая другие задачи параллельно или находясь на мете. Третье – это писать полезные комментарии, подкрепленные аргументами. Не только что нужно сделать, но и почему это нужно сделать. Писать опциональные комментарии, указав, что этот комментарий опциональный. Например, вы предлагаете сократить локатор и сделать его более лаконичным. Это советы, которым автор МРА может следовать, а может и не следовать, если не считает нужным. Это тоже нормально, если у вас нет четких правил на проекте, если код не приводит к ошибке. Спрашивать уточнение. Лучше уточнить, если что-то не очевидно, чем сразу выдвинуть свое мнение. Далее – соблюдать ограничения по времени и не переусердствовать. Это ведет к усталости и замыливанию глаза и, как следствие, к ошибкам. И использовать чек-лист. Можно начать со своего собственного, а потом расширить его на всю команду. Теперь что в код-ревью лучше избегать? Неинформативные комментарии. Ну, например, смайлик в комментарии без какого-либо контекста. То, что очевидно вам, может быть не очевидно автору кода. Комментарии с открытой агрессией, комментарии с пассивной агрессией. Казалось бы, тут даже комментировать нечего, но в жизни человеческий фактор может брать вверх. Не все легко справляются с контролем своих эмоций. Это нужно понимать. И если вы получили комментарий, который кажется вам агрессивным, то ни в коем случае нельзя на агрессию отвечать агрессией. Лучше подсветить, что вам такое неприятно, потому что у другого человека может быть своя картина мира, и он может даже не подозревать, что он на самом деле для вас агрессивен. Стоит быть аккуратным с шутками. Даже если она очень смешная. Даже если вам кажется, что сейчас всех разорвет. Я допускаю, что вашей компанией это может приветствоваться и быть нормой, но если вы сомневаетесь о том, поймет ли ваш оппонент в код-ревью эту шутку, если вы не уверены, что процесс код-ревью для него не является тревожным, то лучше все-таки эту шутку, наверное, не шутить. Лучше это делать в чатах для флуда, потому что вас могут не понять. И не уводите диалог в личные сообщения. Лучше, если история вашей дискуссии будет доступна всем. Это может потребоваться для привлечения третьих лиц, а также, чтобы в будущем можно было обратиться к этому мерш-реквесту и понять, почему было использовано именно такое решение, а не другое. Ну, в общем-то, вот и все. Давайте мы с вами сделаем несколько выводов. Вывод номер один. Ревью кода — это полезно. Это учит нас смотреть и на технические решения шире, и справляться с потенциально конфликтными ситуациями. Мы можем использовать возможности среды разработки, такие как внутренние функции реформатора кода, использование пресетов, плагинов, подсказок и ТДЕ для того, чтобы избегать ошибок. Третий вывод. Встраивание линдера в CI, автоматизация уведомлений, помогают вам упростить жизнь и ускорить фиксы типовых ошибок на ревью. И также мы помним, что проводить код-ревью стоит вежливо и деликатно для того, чтобы не заслужить репутацию токсика или душнивы. Важно помнить, что на ревью нет задачи доказать, что кто-то дурак. Хорошее ревью должно давать новые знания и подсвечивать корнеры-кейсы. Вся эта информация может помочь вам переосмыслить процесс код-ревью на вашем проекте и мыслить на ревью выше, чем пробелы и табуляция. Спасибо, Саша. Отличный получился доклад. Я надеюсь, всем было интересно. Я думаю, мы готовы к секции к вопросам, но перед этим можно вернуть... Там слайдик один был еще у Саши. Следующий. Сейчас, секундочку. Сюда. Вот. Да, на слайде вы видите контакты с Сашей. Если у вас вдруг появятся вопросы после конференции, вы захотите у нее что-то спросить, вы можете ей написать. Также в крайнем углу вы видите тоже QR-код. По нему вы можете абсолютно бесплатно, без регистрации смс, забрать великолепные стикеры с кипибагой. Да. Спасибо. И, конечно же, напомню еще раз про QR-код, по которому вы можете перейти и очень важно оставить фидбэк Саши. Похвалить ее можете там, вы можете написать какие-то свои замечания. Там же вы можете попасть в чат и задать свой вопрос. Напоминаю, что Саша за лучшие вопросы будет дарить вот таких котиков. Все так. У нас есть буквально пять минут максимум. Да, пять минут мне подсказывают на вопросы. Давайте начнем с вопросов зала. Вот есть поднятая рука, как минимум. Одну вижу. Дайте, пожалуйста, кто-нибудь микрофон. Здравствуйте. Спасибо вам за доклад. Вопрос как раз таки касается по поводу токсиков душнил. Если возник непримиримый аргумент, то есть ни ревьюер, ни автор правок не могут прийти к согласию и нужно пригласить третью сторону, то, во-первых, как позвать третью сторону, чтобы не выглядеть токсиком душнилой? И также, если тебя пригласили третьей стороной, то есть как здесь от этого судьбы избежать? Да, ситуация понятна. Ну, кажется, то, что вы можете прямо-таки позвать третью сторону. Это может быть человек, которого вы считаете, с которым вы оба считаете его компетентным. То есть это может быть ваш лид или там другой разработчик. Вот. И сказать, что у нас возникла такая ситуация, что у нас есть разные взгляды на разные подходы к решению одной и той же задачи. Помоги, пожалуйста, помоги, пожалуйста, разрулить, что будет лучше. Вот. И вам придется принять его точку зрения, раз уж вы его позвали. И точно так же, когда зовут вас, то люди, которые вас зовут, они зовут вас именно для того, чтобы вы помогли им принять определенное решение. поэтому они должны к этому прислушаться. У нас есть еще поднятые руки. Да, здравствуйте. Хотел узнать следующее. Мы говорим о ревью кода сейчас, но бывает так, что тестировщик на себя берет ответственность как лид или какой-то старший, тот, кто есть в команде, описание какой-то интеграции для конфлюенса и прочее, для того, чтобы это помогло аналитикам, к примеру, в будущем и так далее. Проводите ли вы ревью именно описание спека какого-то или какой-то важной задачи или эпика помимо кода? Ну, если эта документация непосредственно к нам относится, то обычно как бы у нас в компании принято, чтобы мы давали возможность ознакомиться с этой документацией всех тех, кому она важна и, ну, как сказать ревью, добавить свои комментарии какие-то для обсуждения в будущем, да, или поставить лайк, если у тебя нет никаких вопросов. Обычно это вот так происходит, но это тоже очень важно. Да, я бы добавил, что, наверное, здесь было больше доклад именно про ревью тестов, как проходит, а вопрос, наверное, больше касается ревью документации уже больше продуктовой. Кажется, еще были у нас вопросы, вот третьем ряду. Спасибо за доклад. Меня зовут Валера, я из Тиньков. У меня такой вопрос, касающийся разработчиков и тестировщиков. Нужно ли привлекать к ревью автотестов разработку? И наоборот, стоит ли инженерам по тестированию заглядывать в код разработки? Спасибо. Это очень дискуссионный вопрос. Мне кажется, что на каждом проекте происходит по-разному. Я бы придерживалась того, что ревьювера в межреквесте должно быть два, то есть не один, а минимум два. Будет хорошо, если это будет, например, специалист из вашей команды, который разбирается в вашем функционале, в вашей фиче. Если это будет какой-нибудь автоматизатор, который больше разбирается в коде, тогда, мне кажется, что в такой комбинации это будет наибольное полноценное и полезное ревью. Да, я бы тоже добавил, наверное, здесь. Привлекать к ревью тестов разработчиков, я думаю, определенно стоит, потому что у разработчиков есть чуть больше экспертизы с точки зрения написания кода, и они могут банально дать какой-то хороший совет по тому, как стоит писать код, как можно где-то, возможно, что-то оптимизировать, написать более понятно. Касательно привлекать тестирование к коду разработчиков, хорошо, если тестировщик умеет читать код на таком уровне, чтобы его прям понимать, что там происходит. Если это действительно так, то да, классно привлечь тестировщика к ревью, потому что, опять же, тестировщик может увидеть какие-то проблемы еще на уровне кода. Ему будет проще потом написать тест-кейс, в том числе ручной и автоматизированный. Но часто все опирается именно в некоторую экспертность тестирования, потому что не все тестировщики даже хотят писать автотесты, тем более не хотят читать чужой код, разбираться в нем. А касательно разработчика в тестировании, да, стоит, и разработчику тоже будет полезно понимать, а что вообще за тесты, что там происходит, вообще проверяют ли они что-либо. Спасибо, Дим. Так, у нас осталась одна минута, я думаю, мы уже не успеем, к сожалению, ответить здесь больше на вопросы, поэтому воспользуйтесь этой минуткой и приглашаю всех в нашу дискуссионную зону, и тех, кто сейчас здесь оффлайн, приходите, задавайте свои вопросы, и тех, кто онлайн, также подключайтесь, будет ссылочка, переходите по ней. Соответственно, на этой дискуссионной зоне мы разыграем наших персиков и получат за лучшие вопросы свой подарок. Спасибо. Спасибо, Саша.